Вопрос, потом начнем беседовать, чтобы мы такие мастера в работе зафиксировали. Пожалуйста, пару слов для начала, чтобы микрофончик настроить. Поговорите. Пару слов, пару слов, пару слов, пару слов, пару слов, пару слов. Я буду рисовать ритмы. То есть моя задача вытащить из моего бессознательного вот это вот ощущение, ритмическое ощущение жизни. Вот этим, собственно говоря, я изменил. Сейчас. Можно прислать? Нет, нет, нет. Могу. Динамики начнем. Давай. Да, можно. Скажите, вот откуда начнем? С какой точки? Это все, да, не поясни. Нет, нет, вот именно самое первое. Хорошо, вот здесь. Вот здесь. Сейчас, 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 минутку, минутку. Берите, пожалуйста. Давайте чуть левее начнем. Так я тоже был готов. Нет, 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 здесь, нет, нет, здесь. Сейчас, минутку, минутку, поднимаешь. Да, пожалуйста. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Как я уже говорил, я рисую ритмы. То есть, предметом для меня является ритм. Такое сначала возникает ощущение ритмической жизни. Вот я его обдумываю, обдумываю, обдумываю. А потом, когда добираюсь до полца, пытаюсь его изобразить. И когда я его изобразишь, оно становится понятным. А вообще ритмы, они откуда появляются? Я воспринимаю жизнь. То есть, для меня вот все события, какие-то жизни, люди, они все преломляются в своем ритмическом рисунке. А как ритм с цветом соотносятся? Вот почему выбирается, например, черный цвет, а не какой-то другой? Сейчас, сейчас просто другой краски не осталось, кончилось. И то вот, спасибо Максу, у Макса одолжил немножко краски. Макс, спасибо. Вы знаете, в общем-то, все. Вот такой рисунок. Сейчас я отвечу на ваш вопрос. Чувство ритма, то есть, это вот такое природное ощущение. Я просто сильный эстетик, и поэтому у меня восприятие на этом построено. Но это не сразу открылось, это постепенно к этому пришло. А вот это внутреннее ощущение, внутреннее чувство ритма, оно внутри меня. Я его пытаюсь вытащить. И когда оно вытаскивается, то оно здесь отображается как баланс. Баланс белого-черного. То есть, композиция. То есть, насколько она устойчива, насколько она гармонична. То есть, источник вот этого, это вот чувство ритма. И поэтому сейчас обычно от художника ждут, что он рисует. Или не рисует, он иронизирует по поводу, что он рисует. А это вот совершенно другой подход. Вот я за 30 лет художественной практики постепенно к этому и пришел. Что есть базовый принцип. Ну, не только ритм, там ощущение движения. И в картине они воплощаются в виде композиционной устойчивости и чувства баланса цвета света. В принципе, аналог ритма, это вот цветовой ритм. То есть, вот цветовой баланс. То есть, с цветом справиться сложнее. Но это не 5 минут какая-то композиция, поэтому воды и красок не осталось. А скажите, пожалуйста, вы вообще как к этому ко всему пришли? Вы говорите, 30 лет. Каким вы были раньше? И вот за 30 лет что изменилось? А чуть-чуть так вы подойдите, по-моему, к нам, чтобы вот... Сейчас, можно? Ну, давайте, тогда уже... Движение сделали. Может, ее там пару часов хватит. Давайте тогда вспоминать, как было все 30 лет назад, как вы к этому пришли, и кто был с вами в эти годы сначала и дальше. Ну, сначала, нет, я очень... У меня необычный путь был к живописи. Я учился в институте на физиках, родители физики, поэтому отправили меня учиться в университет. Вот. И когда я очень увлекся физикой, мне было интересно. И в процессе я понял, что, скажем, вот эти все законы физики, они имеют какую-то структуру. То есть они являются частью какой-то более общей структуры. Я стал размышлять на эту тему. Ну, феодальное общество, университет это, оно и есть. Вот. Поэтому студенту об этих вещах думать не положено, но все равно. То есть я на экзаменах разговаривал. Вот. Я пришел к тому, что время – это образ сознания наблюдателя. И преподаватели... Ну, я обосновал это. И преподаватели, и мои профессора сказали, что если тебя интересуют образы, то не заняться ли тебе живописью? А все-таки физика – это вера в эксперимент. То есть нам не нужны теоретические размышления. А художникам это нормально. Вот. И я поэтому купил красок в Ленинграде, значит, и стал писать картины. Вот, собственно говоря, вот так вот и началось. Вот. Но вот этот позитивизм, с которым столкнулся в университете, я его заметил в художественной среде. Вот. И если физики верят в эксперимент, то художники верят в метафору. Вот. И точно так же, потратив какое-то количество лет, я всю традицию, историю композиционных принципов, точно так же, как когда-то в физике, а вообще тоже в какую-то единую структуру. Вот. И, в принципе, вот из этой новой арт-теории, вот, исследую, то есть она очень простая, я на пальцах объясню, существует три базовых принципа в живописи. Ну, я говорю о древнейшей живописи, да, узкой. Была еще доскальная, но там немножко по-другому. Вот. Это чувство ритма, внутреннее чувство движения, вот, которое передает ощущение жизни, движение жизни, и метафора. Но метафора – это не похожесть чего-то на что-то, а метафора – это то, хоть способ переноса наших скрытых, то есть мы сами от себя скрываем непосредственно ощущения, где-то в бессознательном, во снах. И вот вытащить это из снов, подобрать какой-то понятный мысленный образ вот этим сновидением, вот это и есть, собственно говоря, метафора. И вот эти три базовые принципа, значит, они воплощаются в картине. Внутреннее переходит во внешнее. И вот чувство ритма, оно воплощается в виде баланса, света, цвета, значит, чувство движения, композиционная устойчивость. Вот. А сама вот эта метафора, вот это вот бессознание, как архетип или миф, оно воплощается в дух времени. Вот. Когда вот Кагинский говорил, что живопись Вангарта – это стремление к будущему живописи. Вот это вот и был дух того времени. Ну а дух нашего времени, после темных десятилетий постмодернизма, концепта отсутствия, концепта самоиронии, вот наступило новое время, нового осмысления. То есть вот тот концепт, который считали разрушенным Платон, он снова воплотился, но уже в новых формах, не на основе эвклидовой геометрии, а на основе геометрии хаоса Бенал-Мандель-Мандельбрута. То есть правильно я понимаю, что вы поступили в Питер, жили в Петербурге, и сколько вы там? В Ленинграде? В Ленинграде, да. Ну, в 80-е годы. А вы откуда-то приехали? Да, я родился в Новосибирске, в октябре в городке. Это научный городок, родители физики. И сколько вам было лет, вы переехали в Ленинград? Нет, я прожил целую жизнь там. Много в каких городах. В университет поступил после армии уже. Ну, каких-то я не помню, в 83-й год. Ну, вот у Макса спросил, 32 года, сколько же, сколько Пелагеи. Вот, с Пелагеей познакомился, сейчас скажу. Это был, наверное, 88-й или 89-й год. А до 86-го года ей было 2 года. Значит, 88-й получается. Может, я ошибаюсь? А как произошло знакомство? Ну, маленький ребенок, как это? Ее привезла мама, с которой познакомился недели ранее. То есть, мама слетала домой, взяла вещи, в том числе ребенка, и прилетела. Я у вас буду жить. Вот. И мы отдыхали с ребятами на берегу Черного моря, под Анапой, у Триш. Вот. И они приехали туда, к нам. Вот. И, собственно говоря, первое знакомство с Полей было. Она, увидев меня, мгновенно забралась на шею, схватилась за уши и сказала, папа. И вот я в этот момент понял, что это актриса. Потому что она так убедительна. Я чуть сам не поверил. Честно вам скажу. Это вот первое было впечатление. Ну, и потом вот то, что происходило. То есть, у нас была компания в Питере, художники, музыканты. Вот. И вот там 7 лет, или сколько там, они с нами жили. То есть, Поля вот в каких-то таких вот вещах. То есть, вот я рисовал. Она всегда со мной рисовала. Выставки тоже участвовала. Выставка. Вот. Ну, и постепенно, то есть, она как бы примеряла на себя уже другие роли. То есть, я считаю, что она актриса. Это вот главный ее талант. Ну, всем известна Пелагея, как Пелагея Ханова. Она под вашей фамилией живет. Как это все произошло? Ну, это ее выбор. Ну, тогда тебе она выбор мама. Все-таки. Ну, я думаю, что вот... Знаете, меня достают, вот честно вам скажу, с этими воспоминаниями. Честно говоря, для меня это вот не настолько важно. И потребовалось усилие, чтобы вот вспомнить. Я даже для себя открыл что-то, может быть, не очень приятное. Как бы посмотрел на себя, увидел свою роль. Ну, вот в этом, после тех воспоминаний, которые я просто пытался от себя скрыть. А вот этот вот прессинг журналистов, вы не первый. Все-таки вот вынудили меня задуматься, повспоминать. И я нашел вот ключевой момент, в чем, собственно говоря, я виноват здесь. Вот. И вот в процессе общения журналистов, ну, это была какая-то желтая пресса, которая просто отказывалась разговаривать, но это не мешало мне написать статью. Ну, я просто сочинял ее полный бред. Вот. Ну, в процессе я понял, что существует такая вот точка. То есть, для меня вот как бы есть мое восприятие и есть его обобщение. То есть, я вот свой поток восприятия, свои чувства обобщаю. И вот это вот, не обязательно должна быть какая-то логика. То есть, это может быть вот просто, значит, какая-то идея. И вот когда вот эта идея, вот она сформировалась, приняла какую-то правильную форму, я должен ее проверить. В момент я ее начинаю понимать, тогда, когда я ее начинаю рисовать. Ну, так у меня устроено мышление, я уже так привык. Вот. И поэтому я, конечно, воспринимал вот эту атаку журналистов, в основном, как, значит, такое требование нарисовать картину. То есть, я должен взять вот эти вот разрозненные, уже практически забытые воспоминания, обобщить их, сделать концепт и, по сути, нарисовать картинку. Вот. Ну, в принципе, эта задача совпадает с режиссером. Вот вы прекрасно меня даже должны понимать. Вот. И поэтому я для себя вот это обобщение сделал не так давно. Вот. И я пришел к выводу, что не Света руководила Полей, а наоборот. То есть, вот погрузившись в воспоминания, я вспомнил, вот они появились вдвоем, мама и дочка. К ним очень по-доброму относились, разные были люди. В основном художники, и было очень много талантливых людей. Вот если Поле всех очаровывало, вот просто очаровывало и все. Вот почему она это делала, я чуть попозже скажу. То Света, она вот, как бы вот, не так легко ей было вот входить в какие-то новые компании. Поэтому к ней пытались как-то вот чему-то ее научить, что-то объяснить, чтобы что-то полезное, какой-то навык приобрести. Вот она прессовать пыталась. Потом с рисованием не очень получилось, но зато она придумала вышивать картины. Тут же дошлись друзья-художники совершенно свои, то есть вне нашей компании. Ее стали приглашать на выставки. А у Поли у нее другой концепт был, то есть ее восприятие по-другому обобщалось. Она актриса. И сейчас, обдумывая, я пытаюсь подобрать аналогии, на кого это могло быть похоже. И не нахожу ни одного примера, кроме Джонни Деппа. Он вырос примерно в такой же свободной среде, в каких-то сквотах, художнике, психоделике. И вот я смотрел недавно просто Эделью и вот отметил, что это похоже на мои представления, на моем обобщении этих воспоминаний. Вот, что вот это вот умение перевоплощаться и даже вот такое вот на грани безумия отсутствие собственного лица. То есть такой вот, так сказать, сверхталант перевоплощаться. И я его заметил впервые, вот когда она залезла мне на шею. Я сказал, папа, потому что это настолько было убедительно, сыграно, что я чуть сам не поверил. Вот, понятно, что я как бы осознавал. Вот, и я понял, что вот в этом ребенке есть какой-то удивительный талант. И считал, что ей просто надо расти, как-то по возможности погружаться в различные, ну, в виде игры, какие-то взрослые, вот, тусовки, там, театральные. И она сама, чтобы выбрала, что ей нравится, что она и рисовала со мной. Вот, и вот она отражала людей прекрасно. То есть почему вот она всех очаровывает? Это бесполезно, это не справится. Вот, и точно так же у меня был друг Гена Гарвард, он, к сожалению, умер. Вот, он был меломан, джазмэн, то есть фанат джаза. И, ну, такой, как бы, старый школа человек, высланный на 101-й километр, такой 60-ник, художник. Вот, и они жили в Чудово, это 101-й километр. И там еще был у него друг батюшка местный. И вот мы приезжали, я с Полей, значит, приходил батюшка, разговаривали. Ну, мы там выпивали взрослые, а от ребенка надо было чем-то занять. Хотя она интересная, она вот взрослой компанией, и было ей очень интересно. То есть она копировала все. Вот, и Гена стал ей ставить свою коллекцию джазовых пластинок, и самое главное, рассказывать. Я совсем недавно это вспомнил, это у меня где-то глубоко в подсознании было. Вот, тут был такой момент, потому что она пела вот эту песню, сейчас я вспомню. По воле, по воле рока, как Дамалина вперед. В общем, вот, нет, она пела, ну, такие вот песни, вот, несерьезно, как ребенок. Вот, и пела речитативом, и Гена решил вот показать, что такое джазовое пение. И, говорит, провел с ней несколько встреч, мы там с батюшкой беседовали, а Поля вот с Геной, значит, обсуждали, я не, я не, я профан в этом деле. Вот, есть эксперты, есть Гена там другие. Вот, и, значит, когда Гена приехал к нам в гости, мы жили тогда уже, возле Пасковского залу мастерская была, вот, и по радио передавали джаз. Ленинградское радио у нас все время включено, и она, играя с куклами, услышала, что Гена пришел, видимо, перевоплотилась, и сделала такой джазовый концерт, то есть, перепела это радио. Мы втроем туда прибежали, Гена просто ошизел, и признал ее, признал ее вот этой великой джазовой певице, что вот она и есть, то есть, он поверил, то есть, она сыграла, он убедила его полностью. Вот, ну, и, в принципе, с этого вот, как я помню, я могу ошибаться, все-таки, вы знаете, 30 лет прошло. А сколько ей было лет тогда? Года три-четыре. Может, девяностый год, четыре года. Четыре года. И музыкант не услышал джазовую певицу? Ну, он художник, просто он такой увлекал, увлеченный джазом был человек, то есть, слушал пластинки. Хотя, не знаю, может быть, он и играл. А как вы думаете тогда, почему Пелагея ушла в русское народное певице? Вот, я думал на эту тему тоже. То есть, я должен дать определение, что это такое. Я, в принципе, его дал. Это Джон Дэк 2. Хотите верьте, хотите нет. Если это так, если я прав, то все впереди, и она еще, ну, она сыграет любые роли, какие захочет. Вот, просто она играет настолько убедительно, то есть, она играет певицу, она играла художника, значит, там, дочку папу играла. Настолько убедительно, что просто невозможно устоять. Вот в этом я вот увидел ее того. Просто, ну, я видел, как это сменялось. Но, опять же, я повторюсь, что я видел ее только ребенком. То, что было после 9 лет, я не знаю. Первый концерт, когда они в Забайкалье выступали за обузоры, за байкальские обузоры, то есть, первый фестивальный концерт, собственно говоря, все, у них все состоялось. И, значит, никакой папы им был не нужен, у них абсолютно все автономно пошло. Ну, а я всегда, я свои какие-то гуси, поэтому у меня копилось желание обобщить впечатления, и, значит, они были, в основном, связаны с осознанием роли мифа в природе художественного творчества. И я годами скитался по тайге, ну, у меня было официальное оправдание, я в каких-то музеях работал, оформлял. Но, на самом деле, я просто скитался по тайге и искал вот это вот ощущение, которое меня беспокоило. Нет, так, я даже искал вопрос, что меня туда тянет. Это невозможно было остановить, мне надо было в тайгу на много месяцев, зимой и летом. Но это началось позже, конечно, они меня немножко тормозили, ну, и жизнь другая совершенно началась. Я там пережил клиническую смерть от отморожения, ну, и, собственно говоря, уже совершенно другим человеком стал. И вот для меня, конечно, было тяжело вот вспоминать. А вы после 9 лет ни с Олей, ни с Светланой не встречались? Ну, Светлана периодически, она появляется, не так часто. Вот, в принципе, нас ничего не объединяет, но она периодически появляется на концерт один раз приглашали. А вы были на концертах у Полева? Один раз был. Уже вот у взрослых. Да, я, конечно, испытал шок, когда пришел, они пригласили на концерт, лет 5 назад было, уже 7, уже 10. И оставили контрамарку, я зашел, и я просто вот обомлял, потому что я помню ее маму в возрасте там по 30 или около 30 лет. Значит, Полю помню ребенком. А тут я вижу Свету, без один Ладим. Я просто буду ошарашивать. Тот же голос, те же манеры, все абсолютно, как будто вот это она. Но я это, в принципе, сразу связал вот с ролью. То есть, она много ролей, вот, на моей памяти перепробовала. Вот, и в определенный момент она поняла, что, ну, то есть, она общается с человеком, она его отражает. Вот, и когда Света поняла, что Поля стоит чего-то, вот, и когда она стала к ней относиться серьезно, как к артисту, которого можно продюсировать, Вот, Поля, мне кажется, в тот момент все это и отыграло. А сколько было лет, когда Светлана это, ну, прям приняла ее как певицу и стала продвигать? Ну, вот тот момент, когда джазовый концерт, когда Гена Гарвард подучила и петь джаз. Где-то 90-й год. А вы помните, как она участвовала на «Утренней звезде»? Нет, это было уже без меня. Или как-то параллельно мне. Я помню это, вот, но я телезр особо не смотрю. Нет, там была достаточно последовательная череда вот этих вот событий. Ну, я считал всегда, что не надо этого делать, то есть, не надо ребенка раскручивать, надо дать возможность просто выучиться, социализироваться, общаться с верстниками. А потом сделать выбор сама, что она хочет. А вы Пелагею все-таки кем видели? Ну, она отражала меня. Она, когда общалась со мной, она была художником. А вы говорили, что прислали мне вот эту картину, которая даже где-то... Да, 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 совершенно верно. Нет, ну, я... Давайте прям вспомним просто эти... Нет, я даю себе отчет, что она играла. То есть, это все-таки ребенок, там, два, три, четыре, пять лет попадает в взрослую компанию, берет краски, начинает играть. Ну, это, естественно, поведение ребенка. Вопрос здесь в том, вот, удивительное в чем, что насколько она это талантливо делает, сколько она перевоплощалась. Она перевоплощалась настолько вот в этого взрослого человека, может быть, и не понимая его, что просто все верили, что это художник, это певица. Ну, как у нее, вот, масса была, вот, увлечений. Вот, но это то, что я помню. И, собственно говоря, вот уже я не могу непосредственно обратиться вот к тем воспоминаниям. Я, конечно, вот их обобщаю. И вот то, как я их обобщил, вот этот концепт, что это актриса, которая играет самые разные роли. Прекрасно отражает людей, настолько, что они сами даже этого не видят. То есть, она вот отразила свету один в один. Найдет себе миллион новых игр. Она уже взрослый человек, она наверняка управляет этой силой. Вот. Ну, а моя роль была в том, что, даже не то, что роль, я, честно говоря, себя корю за это. Потому что, ну, для меня всегда, то есть, искусство всегда это протест. Протест против культурных норм. Причем не против, там, вот, не социальный протест совсем, а против норм, которые вот сидят, вот, эстетически. Они сидят где-то глубоко внутри. И, значит, найти вот этот барьер и обойти его, это очень важно для искусства. Вот, например, приведу пример. Одна из первых выставок у меня была, значит, мне встретился куратор первый. Тогда кураторы были из ГБ, идеологический отдел ГБ, то есть совершенно другая институция. Вот. И куратор был недоволен тем, что я пытаюсь делать выставку на улице. Он мне объяснял. Пришел и объяснял, что да, все хорошо, но авангарду не место на заборе. Авангарду место в музее. И показал на афишу. Там было написано, авангард в русском музее, как раз выставка шла. Вот. И стал объяснять, что вот карьера художника, она стоит вот из таких-таких-таких вот этапов. И нужно пройти эти все этапы, социализироваться. Потом, когда-то, когда тебе будет 50 лет, значит, у тебя будет вот такая афиша, будет такая выставка в русском музее. И вот, ну, за это надо заплатить, а передать деньги, может, через меня. Ну, просто подобным, как бы. Я чувствую, что меня вот это все вот возмущает, что вот я не из-за этого физику бросил, чтобы вот выслушивать эту чушь. Я говорю, зачем ждать? Оторвал эту афишу, припил на свой забор, значит, стер вот это в русском музее, написал авангард на заборе. И сбежались, ведь весь Питер сбежался, художники. И, собственно говоря, вот так я и как бы вошел в эту андеграундную среду после этой выставки. Просто все туда пришли, все захотели участвовать. И выставка собрала гораздо больше народу, чем в авангард русском музее. На следующий день этот позеленевший куратор, значит, они пришли с оперативниками и все снесли. Все снесли, порвали, уничтожили. Вот такие вот выставки я делал. Поэтому для меня вот этот конформизм, он как-то, ну, не знаю, он, на мой взгляд, не соответствует. Вот Москва, она очень конформистская. А Питер в то время был вот как раз вот та вот другая культура андеграундная, она победила. То есть она только вышла из-под поля и стала, но еще не успела стать массовой. Я тогда, вот знаете, у меня какой вопрос, как же вам такому человеку удалось перебороть, нет, перебороть себя и переехать из Питера, где вы открывали себя назад в Новосибирск? Ну, я, во-первых, приехал мне в Новосибирск. Я приехал в Тайгу. Я приехал в Древний Светиль. Происла одна история. Это вот в той мастерской, где поле стало петь примерно в то же самое время. Где был джазовый концерт, да, возле Московского зала, 1-й Советской улицы. Нет, уже после был. Уже наступил 91-й год. Поле со Светой с мамой улетели в Новосибирск. Вот, я остался там. И, ну, какой-то мрачный, как раз вот революция произошла 91-го года. Как-то мрачно стало жить. Вот, и я решил поехать в горы. Я всегда тянем где-то путешествовать. И, вернувшись из этой поездки, я обнаружил, что мастерская разграблена. И, мало того, что там все поломано, окна выломаны, они еще и картинами забили окна. А тогда, значит, меня интересовала такая вот знаковая живопись. Там какие-то кресты всплывали. То есть, я сейчас вот спонтанно делал и шел. А тогда я мог месяцами одну композицию на другой наслаивать, наслаивать, наслаивать. И, пока что-то такое серобурмалиновое не получалось. И вот тогда я останавливался. И какие-то вот всплывали вот из этих вот наслоений, вот этих впечатлений. То есть, я пытался вот подобрать метафору вот этому вот потоку восприятия. Как-то обобщить его там за какой-то промежуток времени. Даже не то, что времени. Потому что время тоже оно нелинейно. Какие-то вот куски нахватать и обобщить. И вот там вот почему-то на ярком свете и живописью снаружи забили окна. И в Питере есть музей истории религии. И научные сотрудники этого музея шли по Нескому проспекту и увидели. Они подумали, что это какая-то новая церковь, секта. Вот. Заинтересовались, довели справки, нашли меня, когда я приехал. И предложили сделать совместную выставку. То есть, они делали выставку религиозные образы всех времен и всех культур. Меня пригласили, ну я с собой всю нашу компанию потащил. Меня пригласили, чтобы сделать в рамках этой выставки, как бы, другую экскортизию. Мир религиозных образов связь времен. То есть, современные религиозные образы, такие вот, какие они есть сейчас. Они их увидели такими. Они специалисты-религоведы. И древние. Ну, что это? Вот протестанцы. У них представлял Ребранд, Зенха, Кусай, православий Андрей Руглёв. И вот висят вот эти великие произведения. И в них вот ваткнули вот это. Вот. И один из разделов этой громадной выставки, ну, такой глобальный проект был. Вот. Один из разделов этой выставки был посвящен шаманизму. И отдел шаманизма этого музея, они взяли шаманские бубны, повесили на некоторые мои картины. Я сначала возмущался, потом подумал, наверное, какой-то смысл в этом есть. И стал расспрашивать. Ну, и разговорили, сказал, что меня вот постоянно тянет вот путешествовать в горы. То есть, я в одном месте посижу. Макс, если самое, нужно идти, можно прерваться. Не, мне не нужно. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...